Скажи, пожалуйста, что такое форсайт? Как он проходит вообще? Что за технология? Форсайт – это классическое определение, это коллективное прогнозирование будущего. По большому счету форсайтом мы всегда занимаемся в баню, когда пришли, например, пообщаться. То есть каждый высказывает свою гипотезу относительно того, что должно происходить, какие должны быть законы, какие технологии. Просто обмениваемся информацией, но это не структурировано. Мы просто обменялись мнением, а потом на основании этого мнения мы строим уже свои планы и прогнозы. Так вот на форсайте собираются люди и создают такую некую дорожную карту, выкладывая свои гипотезы относительно того, что будет происходить в ближайшие несколько лет, десятилетия может быть, может быть дальше. Но в среднем нас то интересует это ближайший год и пятилетка, допустим. И вот что должно происходить для того, чтобы можно было строить свои планы. Вот это вот коротко. В общем, технология, то есть там же не просто разговор, то есть есть какой-то порядок. Ну да. Сама схема построения форсайдса, она заключена в том, что вот есть горизонт планирования времени, вот это ближайшее будущее, ближнее. Оно может быть там пятилетка, либо один год, потом средний диапазон. Здесь может быть там 10 лет, например, да, или там 20 лет. И дальнее будущее. Дальнее будущее – это такая некая наша гипотеза, она там фантазийная. Каким образом, как здесь с этим работаем? Вот представим себе, ты смотришь на горизонт, вот так вот, да, вот я вот так вот на горизонт уходит, и ты видишь какие-то ближайшие, допустим, там 10 километров. В 10 километров ты очень хорошо различаешь, а дальше уже ничего-то непонятно. А вот эта вот часть, она для тебя совершенно вообще невидима, потому что есть такое некие искривление. И для того, чтобы туда заглянуть, надо приложить очень много усилий. Но это, во-первых, нужно самому прокачаться, нужно литературу почитать, нужно с экспертами пообщаться, нужно походить, посмотреть и так далее. Тогда ты сможешь примерно предположить, что там происходит. Либо нанимаешь эксперта, который уже там ходил, и тогда вместе с ним выстраиваешь свою стратегию. Так вот, на форсайте мы что делаем? Мы так поднимаемся над горизонтом и пытаемся посмотреть вот сюда тоже, для того, чтобы можно было делать некий прогноз. И это связано вот с этим будущим и вот с этим будущим. Но форсайт – это же не эксперт, это именно несколько человек из них, я так понимаю. Да, все верно. Вообще практика такова, что когда, например, делаешь прогноз с экспертом, который достаточно точный, который аналитик, он понимает, и потом делаешь, допустим, форсайт с группой людей, которые непосредственно работают в этой сфере. Совпадение на 75% всегда практически. Вот это и расскажи, почему там 10 человек 8 часов общаются, они же не просто 8 часов общаются. Да, начинается в первую очередь с того, что мы определяем тренды. Что такое тренд? Тренд – это протяженное, длительное событие, которое будет происходить на каком-то планируемом отрезке времени. Оно очень похоже, как эскалатор. Ну, то есть, ты становишься на эскалатор, независимо от того, делаешь ты что-то, не делаешь – эскалатор тебя ведет. Но я пример приведу, когда сотовая связь развивалась, мы салон сотовой связи ставили. Можно было практически ничего, не сильно прилагая усилий, быстро происходило масштабирование. Телефон уронил, его уже кто-то купил. Ну, что-то в этом роде, но это мы говорим вот, например, про тренды, которые тебя вверх несут, которые на подъеме, например. Те же смартфоны – это же все тренды. Есть тренды, которые вниз уходят. Ну, то есть, ты вроде прилагаешь усилия, а тебя тащат вниз, и если ты этим занимаешься, то ты фактически теряешь рынок. Это как CD-диски, да? Да. То есть, ты хоть как-то за упокоение не занимаешься. Да. Так вот, начинается все с того, что мы сначала определяем тренды, какие-то глобальные, важные, которые вот на протяжении вот этого периода времени должны происходить. И весь прогноз, мы стараемся, и все гипотезы, и все мнения, обсуждать именно в пределах этого тренда, потому что это перспективно. Определив эти тренды, мы дальше определяемся с несколькими, так называемыми, сущностями. То есть, несколько человек, участники форсайта, они накидывают, какие у них есть тренды, что они видят, что слышат, делятся информации. Да, да. И они, каким образом это происходит? Представим себе, вот это мое мнение, вот я высказал его, коллега высказал вот это мнение, потом еще кто-то накидал мнение. Мы же понимаем, что вот наиболее вероятное будущее, это вот это, где мы пересекаемся. И вероятное будущее, вот это, где у нас там мнения схожи, потому что мы так называем, все равно мы эксперты, в какой-то сфере мы можем делать некий прогноз. А вот это мое личное мнение. Но при этом это не значит, что оно неправильное. Просто если на форсайте человек высказывает свое мнение и все с этим мнением не согласны, то может оказаться, что на самом деле, может быть он их убедит и действительно все согласятся, что вот это будущее, оно тоже важно и на него нужно обратить внимание. И тогда оно здесь появится. Как только оно здесь появилось, у нас появилась возможность выстраивать свою личную стратегию относительно того, что ты будешь делать. Что мы ищем там? Мы ищем технологии, потому что технологии изменяют тренды. Мы ищем форматы взаимодействия людей. Ну, например, технология Фейсбука привела к тому, что новые форматы маркетинга, они сейчас полностью, маркетинг полностью поменялся. И мы ищем законы, потому что государство обязательно будет регулировать эти взаимоотношения, законы. Делаем предполагаемые события, которые могут произойти. И все это выставляем здесь на этой карте. Ну, то есть вот такая некая дорожная карта, которая определяет уже нашу личную стратегию. И дальше каждый участник уже сам дальше определяется относительно того, какая стратегия у него будет. Он говорит, что мне вот это интересно, вот это интересно. Отсюда появляются возможности и угрозы для его бизнеса, которые он увидел на этой карте. Потому что технология, например, может вообще в принципе закрыть бизнес. У меня были случаи, два случая, когда в первом случае одна крупная телекоммуникационная компания закрыла вообще направление, на котором они работали в течение двух лет. И один бизнес по поставке с заправками связанный, то есть нефтехимия и бензин, его вообще просто закрыли. Потому что собственник, ну там была не очень большая компания и он понимал, что идет тренд куда-то не в ту сторону, куда ему интересно. И он, собрав свою команду, получил подтверждение, что действительно зачем тратить усилие и деньги именно развитие этого направления, когда есть другие бизнесы. И просто закрыл направление и диверсифицировался. Прогноз сбылся? Прогноз сбылся, да. И он еще дальше и дальше происходит. Поэтому, когда собираются, особенно разные, даже из разных компаний люди, вот эта карта их общая. Но вот стратегии всегда личные. Обычно опасаются того, что, например, а как я буду там на форсайте говорить об этом стратегии, это же личная коммерческая тайна. Никакой коммерческой тайны нет, наше будущее, оно у нас одинаковое. А вот как ты в этом будущем будешь действовать, какая стратегия у тебя будет, это твое личное дело. Дальше ты из этой карты можешь сам свою стратегию лично вытаскивать. Потому что ты уже здесь обсудишь с коллегами все возможности и все угрозы, которые, возможно, произойдут в ближайшее время или какое-то там обозримое будущее. И сможешь выстроить свою стратегию. Вот это вот коротко об форсайте. Субтитры сделал DimaTorzok